Амичи жалуются, в их квартирах нет тепла. На горячую линию госжилинспекции поступило 179 обращений, больше всего звонков от жителей советского округа. По словам горожан, в некоторых комнатах из-за холода невозможно находиться. Почему нет тепла, хотя отопительный сезон в Омской области начался месяц назад, знает Тахминат Инысова. Проходите в нашу самую холодную комнату. У нас здесь телевизор мы не смотрим, потому что ноги к полу примерзают. И находиться просто нельзя. Салфетку с телевизора в этой квартире не убирают уже неделю. На термометре 17 градусов. В зал просто никто не заходит. Даже животные, коты и собака. Несмотря на густую шерсть, питомцы Светланы, к слову, старше по дому, греются у хозяйки или электрического обогревателя. И так во всех 48 квартирах девятиэтажки. Инвалидов очень много у меня, пенсионеров. Ребятишек, бабушки. Ну вот тоже на седьмом этаже, дед после инфаркта двух. А у него и так руки мерзнут дома, сидит в перчатках. А еще и сейчас отопления нет. Я не знаю, что делать вообще даже. Это не единственный дом, где мерзнут жильцы. Перебой с отоплением еще как минимум в десяти многоэтажных зданиях. Холодно только в высотных домах. В пятиэтажках таких проблем нет. Причина, говорит слесарь управляющей компании «Еврокомфорт», в том, что в трубы попадает воздух. Стравливаем воздух. Система отопления около часа. Слесарь управляющей компании работают в авральном режиме. Трижды в день обходят дома. Если тепло вновь исчезает, спускают воздух вручную. Чтобы тепло пропало во всей многоэтажке, достаточно, чтобы в трубы попал всего один килограмм воздуха. Понимаете, в чем нюанс? Мы не поставляем эту воду. Мы ее берем от тепловой компании «Омск РТС». То, что они нам поставляют, от нашего теплового узла происходит подача тепла. То есть вода к нам приходит и в ней, и, соответственно, идет воздух. В РТС это не отрицают. В компании говорят. Причина в том, что сейчас к теплу подключаются промышленные предприятия. Из-за этого падает давление. Многие промышленные предприятия, административные здания, исходя из экономии энергоресурсов, подключаются после похолодания. Это вызывает определенные сбои на стройке системы отопления. Насос на станции тихонько подстраиваем. Настетно, что эта волна доходит до некоторых потребителей. В РТС пообещали, будут работать без выходных, чтобы нормализовать давление. Тепло в дом вернется в начале следующей недели. И это в крайнем случае. Тахминат Инысова, Алексей Попов. Новости здесь, Омск.